Путешествия по следам предков в Казахстане активно развивают туристические маршруты по историческим местам. Особый интерес у гостей и жителей страны вызывает тот факт, что могущественное государство Золотая Орда охватывает практически всю территорию современного Казахстана. По данным ученых, владения алтынардинцев простирались от восточной части Талдыкургана до Астрахани. От Кайлыка до Саксина это фактически такой северный путь же Великого Шелкового Пути, который проходил по территории Казахстана. Через Семеречья, условно говоря, по Садаринским городам, потом до Уйшика, это современный Атрау, потом Сарайшик, останки которого сохранились в Атрауской области, а потом Саксин, который находится на Волге. Окунуться в историю Золотой Орды можно, посетив визит-центры и музеи Вулытау. Здесь, к слову, создается вся необходимая инфраструктура, чтобы путешествие по историческим местам было максимально комфортным. Кроме того, сейчас продвигают множество проектов, направленных на то, чтобы жители могли глубоко изучать историю своей страны. Особенно это касается подрастающего поколения. В прошлом году мы совместно с Национальной палатой Атомикен разработали дорожную карту, где есть такое понятие, как живые уроки, то есть комплекс мероприятий направлен на то, чтобы дети изучали какие-либо предметы не в стенах душных классов, а именно на свежем воздухе, на территории каких-либо исторических мест. И то же самое мы планируем ряд таких живых уроков проводить, в том числе на территории Олтау, то есть по следам истории Золотой Орды. Эти земли хранят историю могущественного в средневековье государства. Однако интерес у путешественников может вызвать не только территория Олтау, но и Атырауская область, где похоронены многие золотоординские ханы. Это то, откуда произрастает наша государственность, наш народ, условно говоря. Если мы возьмем вообще во всех разрезах, в плане генетическом, в плане физической антропологии, в плане фольклора, в плане политогенеза, в плане культурогенеза, казахское ханство является непосредственным продолжателем Золотой Орды и полностью зависит от тех институтов, которые были заложены в то время. Развитие таких туристических маршрутов привлечет не только казахстанцев, но и иностранных туристов, считают специалисты. Причем эксперты уверены, в Казахстане по части этно- и историко-культурного туризма очень высокий потенциал. И если государство продолжит и дальше развивать инфраструктуру в памятных местах, тогда и бизнес будет создавать новые интересные туры.